На этой неделе в горячем ключе утонул мужчина, спасавший девушку, провалившуюся под лед на озере. Почему сейчас опасно выходить на замерзшие водоемы и какие меры административного наказания грозят тем, кто нарушает запрет, смотрите в следующем материале выпуска. Из-за установившейся морозной погоды озеро в Северном парке покрылось льдом. И славянцы сразу его превратили в каток, совершенно забыв о безопасности. Жители катаются здесь на коньках и санках, рискуя в любой момент оказаться в воде. Особенно много на озере детей, в том числе и без присмотра родителей. По правилам безопасности поведения на водных объектах в зимнее время толщина льда, для того, чтобы она выдержала вес взрослого человека, должна быть не менее 7 сантиметров. Если организовывается на водоеме каток, то нагрузка возрастает и толщина льда должна быть не менее 12 сантиметров. Такой лед формируется в том случае, если погода при минус 8 и ниже стоит не менее недели, чего сейчас у нас не было. Поэтому лед, который меньше 7 сантиметров, он опасен, нахождение на нем людей опасно для жизни. Выход на лед в пределах муниципального образования Славянский район запрещен. У нас не оборудуются в нашем регионе зимние переправы, зимние переходники и так далее. То есть любые мероприятия, которые необходимы для того, чтобы переправлялись люди или техника. О том, что выход на лед опасен для жизни, славянцев предупреждают сотрудники МЧС. Также установлены таблички с предупреждением. Однако это не останавливает любителей опасного зимнего отдыха. Славянцам необходимо помнить, что как и летом закупания в неположенных местах, так и зимой за выход на лед. Их могут привлечь к административной ответственности. За нарушение требований безопасности можно заплатить штраф. Со стороны администрации Северного округа на вокруг водоема были установлены таблички. Оповещающие о том, что выход на лед запрещен, поскольку это опасно для жизни. Ну и вот иногда мы контролируем, пытаемся объяснять людям. Вот как видим, что не всегда слушают нас. Приходится вызывать сотрудников МЧС, полиции. На вид лед может казаться прочным и крепким. Но это обманчивое впечатление. Особенно с такими резкими перепадами температур, как на Кубани. Еще вчера было минус 10. Сегодня уже плюсовая температура. И синоптики прогнозируют дальнейшее потепление. Поэтому сейчас выход на лед особенно опасен. Не рискуйте своей жизнью. И обязательно объясните детям, что выход на лед категорически запрещен. И может привести к трагедии. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Виндзе на лед категории.